Родители просят возобновить программу по развитию массового спорта среди детей. К сожалению, с 21 февраля приостановлен новый набор в секции на портале «Артспорт». Желающих так много, что выделенных денег не хватило, и чиновники просто свернули проект. А ведь его открывали по поручению президента Казахстана. С 1 января прошлого года учителям физкультуры доплачивали заведение секции и кружков. Что же будет дальше, узнавала Жамал Габдулина. Мы хотели бы еще записаться на следующие, на вокал, на спортивные, но закрыли запись. Нету волчаров. Просим президента республики Касым Жумарта Кемелевича, чтобы не закрывали этот центр. Бахыт Таимова – бабушка двух внучек. Инжу и Бибигуль занимаются по программе «Артспорт» с ее открытия. Ни одно занятие девочки за год не пропустили. Программа «Артспорт» бесплатная. Родители экономят от 15 до 45 тысяч тенге. И это только на одного ребенка. А если в семье трое детей, как у Махабад Мукангаза, то в конце месяца это ощутимая сумма для семейного бюджета. Я привожу сюда своего старшего и среднего сына на секции дамбры и шахмат. А вот детей родственников заодно хотели водить. Но такой возможности нет. Я слышала, что финансирование прекратилось. Как отмечают преподаватели, самым популярным направлением среди детей оказались дамбра, шахматы и греко-римская борьба. Мы ожидали, потому что даже у нас родители в очередь становились. Мы резервные составляли. То есть как у нас дополнительно откроются кружки, то есть на спортивные кружки, на творческие люди ждали своей очереди. В Акимате Алматы сообщили, что в этом году из бюджета на детские кружки выделили 4 миллиарда тенге. Но этой суммы оказалось мало, поэтому программы приостановили. Мы подали заявку на дополнительное финансирование. И как только оно будет получено, программа будет возобновлена. Сколько это примерно будет? Ну, я вам не могу в данный момент сказать, в какие сроки это будет. То есть это какие-то процедурные решения, это бюджет. Подана заявка на Маслихат. И как только будут конкретные результаты, конечно, мы оповестим всех поставщиков. Сайт Артспорт автоматически высчитывает объем финансирования по оплате секции. Так, ранее были активированы 44,5 тысячи ваучеров. Но для активации новых нужно, чтобы остаток выделенных средств был достаточным. Именно от этого зависят, появятся ли у нас еще такие, как Димаш Кудайберген и Геннадий Головкин. Жамал Габдулина, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте лайки, оставляйте комментарии и оставляйте комментарии.